Доброе утро! Этот проект является продолжением. У нас уже был проект при поддержке Министерства иностранных дел Германии, ДВВ. Первый проект назывался «Жить заново. Театр как возможность». В рамках этого проекта был создан документальный спектакль, показан на многих площадках города Николаева, принимали участие жители города Николаева. И предварительная наша встреча в эфире была по этому поводу. Потому что кто-то будет родителем, кто-то уже есть родителем. И родителями мы учимся быть всю жизнь. Это, знаете, такая вот житейская такая школа. И у нас создается такой клуб. Презентация открытия этого клуба, презентация тех мастеров, которые будут работать в клубе, будет 30 августа в 4 часа дня в библиотеке имени Кропивницкого. То есть доступное место, хорошая транспортная развязка. Мы приглашаем всех, кто хочет. И как раз по времени очень удобно. Очень удобно, да. В работе этого клуба будут представлены такие мастерские, эффективные коммуникации. Как научиться коммуницировать с разными категориями. И с детьми, и с более старшим поколением. Мастерская родительский ликбез. Там будут лекции о половом воспитании детей. О том, чего не знают родители. Ведь сегодня у нас порвана связь взрослое поколение и молодое поколение. Молодые стараются жить сами, воспитывать детей. Сегодня интернет-технологии мешают заниматься родителями. Вот как воспитать ребенка и не навредить ребенку. Такая вот ликвидация безграмотности. Да, ликвидация безграмотности. Еще одна мастерская. Это самоорганизующее пространство. Вот в Одессе работают это сопы, так называемые, где дети под очень таким негласным руководством взрослых начинают творить. Вот в Одессе они расписали пешеходный переход в цветочек. В фейсбуке есть там ссылки. Очень интересная такая. И все они там старались, ползали, рисовали. Они получали удовольствие. Мало того, эти дети заняты творчеством. Они не курят где-то, они не употребляют там какие-то энергии. Дети самоорганизованы на то же время? Да, да. То есть это очень важно. Сегодня вот лето. Не все могут подправить детей отдыхать куда-то. Дети шатаются по городу, праздно сидят в интернете. И еще у нас будет проведение различных дискуссий. Дискуссии могут подключаться на любом этапе жители, принимать участие. У нас будет арт-терапия, у нас будет драма-терапия. Я буду вести это направление. И для меня это очень интересно, что вот DVV, они обратили внимание на театральное развитие людей. И у нас в рамках этого проекта будет еще один документальный спектакль о отношениях детей и родителей. И будет называться «Услышь меня, мама». Кстати, этот спектакль родился у нас в конце второго, первого проекта, вернее. То есть очень многие молодые студенты, которые принимали участие, они ждали мам на спектакле. Мамы не приходили. Мамы там ругались с ними, что они поздно приходят с репетиции. Они рассказывали мне эти истории. Я думаю, боже мой, ну вот же есть прямо название для спектакля «Услышь меня, мама». Где будут истории не только отношений молодых людей с родителями, а будут отношения зрелых людей с их родителями, которые сегодня у нас бабушки и дедушки. То есть проект обещает, извините, быть очень интересным, очень насыщенным, очень наполненным. А если первый спектакль, там, как я помню, от первого лица все рассказывалось, то есть герои сами рассказывали свои истории. Здесь аналогично будет или будет перерассказывание чьей-то истории? Да, это, скорее всего, будет 50 на 50, потому что в документальном театре можно взять чью-то историю и переделать ее для себя. Но задача документального спектакля – пойти и взять интервью у человека, вывести его на историю. Для того, ну, как журналисты знаете, очень важно, да, вывести человека на историю, который расскажет историю. Эта история является основой. Ее можно подкорректировать, что-то убрать, да, то есть как бы сделать это как монолог в документальном спектакле. То есть важно в документальном спектакле, это главное, что документ лежит в основе. Вернуть взаимоотношения между родителями и детьми – это очень важно. И я думаю, каждая семья, каждый родитель захотят поучаствовать в вашем проекте, кто может присоединиться. Могут присоединиться все, кто хотят. И бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и будущие родители, и те, кто вот-вот станут родителями. То есть наш проект мы приглашаем всех, потому что, как говорится, знаете, вот эта роль, социальная роль родителя, она для каждого. Которая как-никак, рано или поздно, сыграет каждая эту роль. Поэтому мы приглашаем в проект всех, потому что я сама буду, допустим, на эффективные коммуникации, я сама хочу походить и чему-то поучиться. Да, у нас есть сегодня такой термин «освитов прудов життя». То есть мы учимся на протяжении всей жизни. Вот это очень важно в этом проекте, что можно прийти и научиться чему-то. Этот проект рассчитан на определенное количество участников. 60, если я не ошибаюсь. То есть есть уже, и знаю, что желающие. Да, есть заявочки. Есть заявочки. Мы рассчитали, что на каждой площадке будет по 20 человек. Но я вам хочу сказать, что если человек придет и скажет «я очень хочу», мы не скажем ему «наши двери для вас закрыты». Мы принимаем всех, и мы всем рады. Единственное, что, опять же, пространство, да, в пространстве 20 человек, это эффективная группа, она хорошо работает. Но, я думаю, в тесноте да не в обиде. То есть мы приглашаем всех. Обучим всех. Есть возможность зайти в Фейсбуке, либо ВКонтакте, ввести либо на страницу Крапивницкого, библиотеки имени Крапивницкого, либо ВКонтакте по названию проекта и найти формы, которые нужно заполнить для участия. Это Google формы. На страницу нового дня тоже можете зайти. Мы разместили эту новость, поэтому участвуйте, друзья. А когда проект завершится, пройдут курсы, родители смогут научиться понимать своих детей, чем будет финал, каким? Финал будет показом спектакля. Финал будет очень большим семейным праздником. То есть все, что научатся делать родители вместе с детьми в этом проекте, у нас будет очень большой такой торжественный семейный праздник. У нас будут еще показы спектакля на площадках города Николаева. И самое главное, что наш спектакль и наш такой творческий вид о проекте будет представлен в Киеве, на одной из культурных площадок города Киева. Это будет завершение проекта, вот большого проекта по Украине, DVV. Они всех нас приглашают в Киев, и мы там будем презентовать киевскому зрителю наши творческие... Вот так, будет возможность еще выйти на новые сцены участникам проекта. Может быть, но здесь главная задача не выйти на новые сцены, здесь главная задача, чтобы что-то внутреннее у человека изменилось. Да, да, да. В 4-5 месяцев. Да, в 4-5 месяцев. То есть успеете, друзья, все обучиться, всему обучиться. А кто будут тренера? Это, как я понимаю, Одесса, Киева? Да, и Капаница – это город Киев. Я представляю направление арт-терапии. У нас еще есть Виктор Ильич Мозговой, он представит направление батьковский ликбез, это педагогика семейная. То есть тренеры еще, у нас, в общем-то, так плавающие, мы ищем интересное, но, в принципе, команда тренера уже сформирована. И каждый тренер, кроме Капаницы, потому что это город Киев, у него будет видеопрезентация, каждый тренер, у него будет определенное время, он покажет какие-то свои наработки на этой презентации в библиотеке. Заинтересует, скажем так. Да, задача тренера – заинтересовать и набрать количество людей к себе. Забросить удочку. Забросить удочку, да. И поймать своих рыб, и пойти их обучать. Ну что ж, напоминаем еще раз, что 30-го числа в 4 часа будет презентация проекта на территории, в помещении библиотеки Корпевницкого, поэтому приходите, друзья. А также присоединяйтесь в социальных сетях, заполняйте формы и становитесь участниками. Дякуем вам за то, что сегодня заведено в нашей студии. Я нагадую, что у нас был тренер клуба «Витовидальных батьков» Лариса Калинина.